Наши клиенты, они как минимум на одно поколение старше нас. Приходится яростно отстаивать свою позицию эксперта, и может ли наша молодость стать преимуществом? Я раньше работал 24 на 7, сейчас уже 22 часа, уже хотя бы 2 часа на сон надо, да, уже надо отдыхать. Вы быстрее. Энергия, у вас больше силы, энергии. Как продавать людям, которые боятся сейчас покупать, но четко понимают, что нужно? На сегодняшний день ситуация такова, как я ее вижу. 95% людей превратились в этих тревожных клиентов. Просто, опять же, одни люди себя пугают будущим, другие вдохновляют будущим. И те, и другие фантазеры. У меня бывали случаи, когда я хочу что-то купить, у меня есть деньги, а я не могу купить. Или меня посылают, или трубку не берут. Встречали хороший сервис в России? Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, здравствуйте. И снова с вами проект Битрикс24 спрашивает, и я Михаил Москотин. Я бизнес-тренер, коуч-психолог, и я также являюсь тренером компании Business Relations. Этот проект для бизнесменов, предпринимателей, управленцев и всех тех, кто мечтает ими стать. Здесь мы встречаемся с реальными людьми и говорим с ними на тему управления, продаж, клиентского сервиса, формирования команды, мотивации и много обсуждаем того, что так важно на сегодняшний день людям в бизнесе. И у нас сегодня в гостях два человека. У меня сегодня не один гость, а два. Это Константин Башкатов и Сергей Шинкарский. Ребят, здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Шинкарский. Я генеральный директор компании DizLab. Меня зовут Константин Башкатов. Я технический директор компании DizLab. Мы диджитал интегратор Санкт-Петербурга. Занимаемся внедрением Битрикс24 для наших клиентов. Мы сейчас в активной фазе роста, и у нас накопилось огромное количество вопросов. Мы хотим пообщаться с экспертом. Спасибо, что к нам приехали из замечательного Санкт-Петербурга, насколько я помню. Совершенно верно. Я знаю, у вас есть много вопросов. Давайте начнем по порядку. У вас сегодня двое, я один. Поэтому давайте по одному, кто первый. Поехали. Я попробую начать. Михаил, мы с Сергеем ребята достаточно молодые. Ему 26, мне 25 лет, соответственно. Друза. Наши клиенты, они как минимум на одно поколение старше нас. И когда я прихожу к ним, говорю, что я технический директор, и сейчас помогу им автоматизировать бизнес, они для начала как минимум смущаются. Приходится яростно отстаивать свою позицию эксперта. Это чаще всего получается сделать, но все-таки диалог начинается на более низкой позиции, чем хотелось бы. Михаил, подскажите, как молодому поколению на более взрослом рынке соревноваться на равных, а лучше опережать? И может ли наша молодость стать преимуществом? Костя, Сергей, я безумно рад, что у меня есть молодые гости, которые реально моложе меня. И я считаю, что у молодого поколения есть одни плюсы и одни приоритеты. Я бы точно не стал ни с кем соревноваться, сражаться. Поймите, это нормально. То есть у нас, к сожалению, у людей есть большое количество стереотипов, и я знаю своих клиентов, например, девушек, которые продают какие-то технические вещи, и они приходят к мужчинам, и какая первая реакция? Типа, ну несерьезная девушка пришла. Но ваша задача, вы же ничего не можете сделать со своим возрастом. 26? Со временем справиться. Да-да, со временем, да, поверьте мне, мне 43. Я бы, наоборот, хотел сейчас быть в вашей шкуре 25-26. Все, что вам нужно сделать, вам нужно показать этим людям, старшему поколению, и неважно, с кем вы встречаетесь, что им выгодно с вами работать. И у молодежи есть куча плюсов, например, быстрота реакции. Вы быстрее. Энергия. У вас больше силы, энергии, я уже начинаю уставать после 40. Да, я раньше работал 24 на 7, сейчас уже 22 часа, уже хотя бы 2 часа на сон надо, да, уже надо отдыхать. И ваша задача, на мой взгляд, ни с кем не сражаться, а просто показать им выгоду, что им выгодно с вами работать. При этом, друзья, ни в коем случае не спорьте, не сопротивляйтесь, а наоборот, покажите уважение. У них реально есть опыт, у ваших старших клиентов, у них есть какие-то знания. Я прекрасно помню, когда мне было 24, у меня на визитке было написано «ведущий специалист», я приехал в компанию «Лукойл» вести переговоры, там взрослые дяденьки. Я реально не был так крут, как они. Вот в тот момент я не был так крут, как они. И я просто благодарил их за их опыт, благодарил их за их знания. Но моя задача была продать свою экспертность. И у меня было пару раз ситуации, когда я реально не знал ответа на вопрос. Но я хороший переговорщик, я просто уходил от темы, менял тему, потом у нас был какой-то перерыв, я выходил в коридор дважды, звонил своему руководителю, говорю, вот мне вот такой вопрос задали, мы вообще этим занимаемся? Он смеялся, говорит, да, занимаемся. Я говорю, а что это? Он меня консультировал, я возвращался после перерыва там обратно, я говорю, коллеги, кстати, вы вот спрашивали вот про это, мы что-то от темы ушли, я вам хочу прокомментировать. И это вопрос продаж. То, что вы молодые, наоборот, этим стоит гордиться. Знаете, есть такая техника в продажах, называется, так это же и хорошо. То есть, когда вам говорят, ну вы знаете, Сергей, вы еще очень молоды. В этот момент не стоит извиняться, не стоит теряться и не стоит оправдываться. Наоборот, стоит идти на ответ и говорить, так это же и хорошо. Так это же и прекрасно, что мы молодые. У меня энергии вагон. Я жить буду на вашем предприятии и внедрю все, о чем мы с вами договорились. Поэтому вот я бы, наверное, это так, ребят, прокомментировал. Это же и хорошо, что вы молодые. А к этим ребятам имейте уважение, не спорьте, не сопротивляйтесь и покажите им свою экспертность. Вы в продуктах разбираетесь своих? Более чем. Ну и все, все. Если вы уберете этот разговор, что мне неудобно, что я молодой, я горжусь, что я молодой. Все, поехали. Ок? Обязательно попробуем. Да, давайте дальше. Сереж, вопрос. Смотрите, если вглубь идти в историю продаж, мы понимаем на своем рынке, что есть три большие стратегии. То есть можно продавать enterprise решения, то есть мало и очень дорого. Второй вариант, мы продаем готовые решения, то есть много и дешево. И третий вариант где-то посередине. Вот на текущий момент мы понимаем, что мы очень хорошо умеем продавать где-то посередине. Ага. Хорошо это или плохо, выиграем и проиграем, мы, наверное, узнаем в будущем. Но нам интересно, есть ли смысл позиционироваться четко в каком-то ценовом сегменте или идеально лучше работать во всех трех? Я всегда за позиционирование в четком ценовом сегменте, но единственное, я бы прокомментировал это так. Есть люди, которые продают дешево и много, есть люди, которые продают дорого и мало, но при этом есть люди, которые продают дешево и мало, и дорого и много. И я всегда за то, чтобы продавать дорого и много. Вот я не знаю, это правильно или неправильно, это просто мое личное отношение. Я за то, чтобы продавать дорого и много. Я знаю, что такие бизнесы есть и такие компании есть, они продают дорого и много. Вот, наверное, я бы это так прокомментировал. Определите для себя, кто ваши клиенты, что вы создаете, какую добавочную стоимость, какую ценность, ну и выберите, работайте. Я не очень верю про все для всех. Все для всех. Все для всех это не для кого и ничего. А какая стратегия правильная? Да никакая. В любой из четырех стратегий есть люди. И можно реально продавать много и дешево. Я недавно смотрел на YouTube какой-то ролик про ребят, которые в третьем поколении продают спички. Спичечные короли. Ну, вот представьте, спички. Ну, это, мне кажется, дешевле спичек просто уже. Ну, что дешевле спичек? Сколько они стоят сейчас? Не знаете? Я тоже, я миллион лет не покупал спички, но кто-то их покупает. И эти люди сколотили огромное состояние. А кто-то собирает Боинги или Айрбасы. Да, это огромный ценник, огромный контракт. Но я за то, чтобы продавать Боинги и много их продавать. Не один Боинг в пять лет, а один Боинг в месяц. Я не знаю, конечно, их цифр. Но вот, наверное, так я бы это прокомментировал. Осталось найти много клиентов, которые готовы заплатить дорого. Коллеги, я считаю, что рынок огромный. Вот он огромный. С деньгами у людей проблем нет. Мне кажется, в нашей стране больше проблем в качественных продуктах, в качественных услугах, в адекватных сотрудниках, в сервисе, в клиентах. Вот в этом проблема. Вот деньги есть. У меня бывали случаи, когда я хочу что-то купить, у меня есть деньги, а я не могу купить. Или меня посылают, или трубку не берут. Встречали хороший сервис в России? Встречали, но в меньшей степени. Но вам повезло. Окей. Смотрите, про людей и их проблемы. Сейчас сложилась такая обстановка, что бизнес начинает осторожничать. С одной стороны, у него есть острая потребность сейчас в удаленке, есть потребность в автоматизации бизнеса, в оцифровке всего и вся. С другой стороны, он не понимает своих перспектив, потому что действительно ситуация непредсказуемая. Вот как продавать людям, которые боятся сейчас покупать, но четко понимают, что нужно? Как все-таки дожать этого человека? Константин, понимаете, я, когда обучаю людей продажам, у меня есть там типология клиентов, и одна из типологий, один из типажей, я называю это тревожные клиенты. Что такое тревожные клиенты? Они все время всего опасаются. А если что-то пойдет не так? А если вы, ребята, уйдете с рынка? А если вы не доведете проект до конца? А вдруг там дешевле? А вдруг у нас не получится? А вдруг какие-то подводные камни всплывут, какие-то ситуации? А что скажет вот этот? А что пойдет не так? То есть у них всегда есть план А, план Б, план С, на случай там мы все умрем. Так вот, на сегодняшний день ситуация такова, как я ее вижу, 95% людей превратились в этих тревожных клиентов. Замерли, остановились, потому что состояние неопределенности, непонятно, что будет, когда снимут карантин, что будет с нефтью, она будет падать, она будет расти, что будет с курсом евро-доллара, что происходит в мире, что уже говорить про другие страны. То есть люди все сейчас тревожные. Теперь, почему я об этом сказал? Потому что у меня есть рекомендации, как работать с тревожными клиентами. Их нужно успокаивать. И мне кажется, сейчас задача продавцов, приезжая на переговоры, в первую очередь людей успокаивать. Я помню кризис 2008 года, когда я приезжал к клиентам на переговоры, и мне 10 из 10 говорили такую фразу. Миш, спасибо огромное. Ты знаешь, вот ты приехал, и прямо жить захотелось. Ты знаешь, вот мы у тебя, конечно, ничего не купили, ты прости, но заезжай почаще. Вот реально, с тобой пообщались, и прямо понимаем, что, блин, ну не так уж все и страшно. И да, может быть, я кому-то и не продавал, но, по крайней мере, я в их реальности, да, точнее, не так, в их восприятии реальности, потому что у нас нет доступа к реальности, у нас есть только наше восприятие реальности. У Константина свое, у Сергея свое, у меня свое. У каждого свое восприятие, и вы, как продавцы, можете в это восприятие добавить спокойствие, безопасности, гарантии. Ну вот, наверное, я бы вот такую стратегию выбрал, ну мы, в принципе, такую и выбрали сейчас, как компания, которая занимается обучением персонала. Я думаю, здесь наши задачи с вами схожи. А дальше показать им выгоды работы с вами. Вы понимаете, что сейчас выгодно работать на удаленке? Однозначно. Класс. Значит, задача, то, что есть в вашей голове, показать потенциальному клиенту. Вот и все. И это уже вопрос продаж. Первое, успокоить, поддержать. Я всегда всем говорю, все будет хорошо, я узнавал. Я опять же не знаю, хорошо будет или плохо. Просто, опять же, одни люди себя пугают будущим, другие вдохновляют будущим. И те, и другие фантазеры. Поэтому первое, успокоиться самим, второе, поддерживать своих клиентов, и третье, показывать им реальные выгоды. Тем более, если вы реально понимаете, вот я сейчас на тысячу процентов уверен, что вклад в персонал, это самое важное, что сейчас может быть. Потому что люди в панике, эффективность провисла, просела. И вот именно сейчас нужно рвануть, потому что те, кто рванут, они в долгосрочной перспективе выиграют. И поэтому я точно уверен, что обучение людей это самое полезное, что сейчас есть. Единственное, чего я жду, когда снимут карантин, и можно будет спокойно делать открытые мероприятия, плюс корпоративные. Все. И многие наши клиенты это тоже понимают, и они ждут, когда просто снимут карантин, и мы будем обучать их персонал, менять их отношения, и просто восстанавливать то, что было потеряно. Вот как-то так. На рынке есть бытует мнение, что самый лучший клиент это тот клиент, который не купил. Потому что мы ему продавали, мы были максимально лучшими, максимально классными. Но он вас не купил. Но настолько, насколько хорошо мы ему продавали, как мы описывали свой продукт, какие мы классные, как хорошо. Ну, он купил по каким-то причинам у кого-то другого. Но если бы он купил у нас, он думает, вот все было бы по-другому совершенно. Не-не, Сергей, я это называю, простите, не знаю, войдет это в эфир или нет, я это называю ментальной мастурбацией. На тему, если бы, да кабы, да кто бы, а вот, наверное, не надо было мне идти на экономический, надо было мне идти на юрфак. Вот мой друг Артем Шилков пошел на юрфак, и вот теперь он, вот не надо мне... Ребят, ну это все разговоры в пользу бедных. Самый лучший клиент это тот, кто купил. В смысле, клиент, который не купил, самый лучший клиент. Да почему? Я в это вообще... Это вот хорошо там, где нас нет, синица в руках, жураль в небе. Ребят, ну блин, это же деструктивные фразы. У меня ребенку, учительница в школе говорит, Маруся, продолжи пословицу, не все коту... Масленица. Масленица. Вот нормальный советский ребенок. Хоть и 25 лет, а все равно помнит эту пословицу. Что значит, не все коту масленица? Типа, не все в жизни хорошо. Ну, можно в это верить, а можно не использовать эту пословицу. Например, мой ребенок продолжит эту пословицу так. Учительница сказала, Машенька продолжит, не все коту. Она думала, думала, а все кошки. Мне кажется, вот это хорошая пословица для девушек. Девочки, берите себе на заметку. Не все коту, а все кошки. Все лучшее в этом мире женщинам должно доставаться. Все. А теперь, самый лучший... Вы когда сказали, Сергей, я аж подвис, ну надо же, самый лучший клиент и тот, который у нас не купил. А что в этом хорошего? Он не купил. То есть, для меня лучший клиент, который купил много, максимально дорого, и продолжает покупать. тот, кто для меня самый лучший клиент. Поэтому я, Сергей, вот так на это смотрю. Агент. По отказу клиента, все-таки. Есть клиенты, которые мы решили с ним, вот не подходят. Мы ему не подходим. Но хочется ему рассказать таким образом, вот правильно, наверное, некорректно, естественно сказать, но чтобы он не обиделся, остался у нас хорошего мнения, и может быть, даже кому-то посоветовал, у кого, вот кто нам подходит. Это то, что спросил Сергей, ну просто я попросил уточнить по поводу правильно. То есть, потому что, знаете, когда вы говорите правильно, в этот момент у Константина свое распаковывается, у меня свое, да, Костя распаковал мне. То есть, чтобы не обидеть клиента, я может быть, чтобы он порекомендовал. Здесь, знаете как, это как, я просто не справлюсь с вашей задачей. Мы подумали, мы просто, мы не готовы идти в этот проект. Вы реально, ребята, очень классные, вы очень крутые, но вы знаете, здесь вот мы не готовы. Вот просто по разным причинам внешним мы не готовы. При этом поддержать клиента, например, сказать, я вам дам контакты ребят, которые точно смогут реализовать. У вас есть коллеги, которые делают то же самое, что вы, вы с ними знакомы, и они в принципе неплохие ребята. Конечно. Есть. И можно передать контакт. У меня есть коллеги на тренингском рынке, которые иногда отказываются от клиентов, например, дают мой контакт. И бывает наоборот. Если я, например, Сергей, понимаю, что с клиентом все окей, это не табачная компания, но я понимаю, что я не справлюсь с этой задачей, я не являюсь специалистом в этой области, я абсолютно честно, открыто и по-партнерски говорю, вы знаете, Сергей, у вас очень интересная задача, и чтобы вас не подвести, я готов просто отказаться от этой задачи, потому что я не потяну. Мы немножко про другое. Мне кажется, здесь самое главное, Константин, быть а честными, б в уважении и ц просто в заботе о клиенте. Это не он плохой, это не он урод, это не он нищеброд, просто ну вот мы по каким-то причинам, ну не коннект, мы про разное. И открыто об этом говорим, рекомендуем, кто может помочь, и тогда у него нет негатива. Он говорит, блин, ребята классные, сами честно признались, что не готовы взяться, но дали рекомендации, а вот те сделали очень хорошо, спасибо огромное. И тогда у вас и впечатление о вас хорошее останется, и рекомендации будут давать, и вы окей, а не окей. Вот, наверное, вот так. Остается, чтобы партнеры не подвели в этой ситуации, и вообще отлично. Костя, гарантии нет. Вы понимаете, что здесь и вы можете подвести, и я могу, то есть мы все живые люди, и у любых бывают провальные проекты. Конечно, вопрос процента провальных проектов, да, у кого-то 0,01, а у кого-то там 1 эффективно, 99 провальных. Надо тоже понимать, кого рекомендовать. Я кого попал, не рекомендую своим друзьям. Ну что, ребят, давайте еще вопросы, если есть. Да, Михаил, есть вопрос. Скажите, как нанимать специалистов из тех сфер, в которые не имеешь экспертности? То есть как ими управлять, контролировать их? Класс. Очень классный вопрос. У меня был опыт, когда я стал руководителем в сфере, в которой я ничего не понимал. А мне нужно было управлять. У меня был опыт в бизнесе, у меня был хороший управленческий опыт, и я пришел в сферу, где я просто полный ноль. И мои сотрудники, мало того, они были старше меня, и для них это было двойное оскорбление. Во-первых, я моложе, им 50, мне 30, а во-вторых, они там во втором поколении транспортники, а я в теме транспорта ноль без палочки. На мой взгляд, есть всегда два пути в этой ситуации. Первый путь – найти людей, которые в этой сфере разбираются. То есть консультантов, специалистов, кто будет с вами заодно в вашей команде, то есть продолжение вас, но которые, а, являются экспертами, и, б, вы им доверяете. Это один путь. А второй путь, ребят, самому становиться экспертом в этой теме. Начинать погружаться в эту тему, разбираться. На мой взгляд, оба пути имеют место быть. Это вопрос просто вашего личного выбора. Я в каких-то ситуациях выбирал первый путь, мне было проще, эффективнее, быстрее найти людей, которые в этом разбираются больше я, создать с ними доверие. Либо уже были люди, с кем у меня есть отношения. Ну, например, я работал со своим тестем. У меня с тестем есть отношения, и он специалист в области, где я не разбираюсь. И я его взял к себе с огромной радостью. Потому что я понимал, что он не подведет, не кинет, он точно мне скажет все как есть, но при этом он эксперт. А были ситуации, где просто я погружался в тему, я издавал глянцевые журналы, и я в этой теме изначально ничего не понимал. Но я принял решение идти в этот проект, и я просто погрузился в эту тему с головой. Кстати, в том случае я пошел по двум путям сразу. Я нанял сильного профессионала, который в этой области собаку съел, и сам начал в эту тему погружаться. Поэтому вот, мне кажется, два пути есть в данной ситуации. Вот. Понял? Спасибо. Придется комбинировать. Что придется? Придется комбинировать два пути. Может быть, комбинация, конечно. То есть, опять же, вопрос и-и. Помните, или-или и-и. Может быть, и то, и то. Вот как-то так. Ок? Ок. Ну что, друзья, дорогие наши предприниматели, управленцы, и все те, кто мечтает ими стать. Вы реальные герои, и это не пустые слова, потому что то, что вы делаете, это очень ценно, полезно и важно для людей, которые вас окружают. И да, вас кто-то не понимает, да, вас кто-то осуждает, да, вас кто-то не поддерживает, но знайте, я точно за вас, и Bittrex24 точно за вас. Увидимся в следующий вторник. Ребятам хочу сказать спасибо. Спасибо, что пришли на студию. Спасибо, что занимаетесь бизнесом в свои 25, 26, 27. Да, это очень круто, это очень радостно, что бизнес молодеет. Увидимся в следующий вторник. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока. Мы очень благодарны Михаилу за общение, получили массу полезной информации и много советов, которые прямо сегодня и прямо сейчас необходимо начать воплощать в жизнь. Большое спасибо Михаилу, было очень полезно. Ключевой инсайт для нас за сегодня. Не обязательно выбирать что-то одно, можно делать все сразу. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Редактор субтитров А.Семкин